Серое утро, жидкий рассвет, знобит октябрьской ранью. Давно это было, родился поэт в глухом селе под Рязанью. 3 октября в Рязани отметили 123-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина. Он признан самым издаваемым поэтом мира. Его стихи переведены на все языки. Рязанский хулиган запомнился чувственными строчками и правдивостью повествования. С Есениным связана, можно сказать, вся жизнь с детства. У меня родственники по линии мамы, они из Рыбновского района, село Житово. И поэтому со всем юным мальчиком меня привезли в Константиново. Познакомили с жизнью, творчеством этого поэта. И он как бы сразу вошел в душу мою. Олег Двойченков приехал из Москвы на Есенинские дни. Они с женой специально взяли отпуск. Побывали в Константиново, посетили праздничные мероприятия в Спасклепиках. Сегодня они пришли к памятнику поэта, установленному на территории Кремля. На митинге лучшие поэты региона прочитали собственные произведения, на которые их вдохновило творчество любимого поэта. А также процитировали строчки Сергея Александровича. Есенин – наш великий земляк. Прекраснейший лирик. Его стихи буквально наводят на раздумья о судьбах нашей Родины. Одного я не пойму, куда несет на срок событий. У меня была подруга, с которой мы вместе открывали наобуму в сборник и читали друг другу стихи. Ну, это было в 60-е годы. Так выразить чувства свои, как он, это не каждый поэт может. Так что Есенина люблю и помню. Конечно, знаем. Мы их проходили в школьной программе, также и внешкольной. Ездили в Константиново на родину Есенина. Да, там было много всего. Мне очень нравится Есенин как поэт. У него очень хорошие стихи. Он пишет и о животных, и о людях. Традиционным стало и возложение цветов. Виктор Жерехов живет в Калининградской области. В Рязань он вернулся специально к дню рождения любимого поэта. У меня два сборника дома. В Калининградской области два сборника дома. Поэтому постоянно два сына я им рассказываю. Святое часто вспоминаем. Многое приходится и в жизни опираться на это. Так что Есенин есть Есенин. Проверить свои знания, творчество и биографии поэта может каждый желающий. Гостей ждут в библиотеке имени Горького 6 октября в 11 часов на Есенинский диктант. Для каждой возрастной группы будет свой текст задания. Ответы опубликуют 8 октября. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спасибо.